Всем привет! Это видео я снимаю для тех, кто не читает мои статьи, а предпочитает движущиеся картинки. На всех площадках уже давно вышла моя статья про этот накопитель. Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех новостей, и там гораздо больше всего, чем на ютюбе, потому что далеко не все, что я пишу, я потом повторяю на видео. Вот такой компактный внешний SSD-диск позволяет не только приносить большие объемы информации, но и благодаря высокой скорости его можно использовать как рабочий диск. На нем можно хранить документы, прямо на нем можно обрабатывать фотографии, видео и многое другое. Накопитель называется Arico Taichi. Я протестировал терабайтную версию с интерфейсом 10 Мбит в секунду. Бывает еще 20 Мбит в секунду, и размер может быть 0,5 ТБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Помимо самого накопителя в комплекте инструкция, и вот такой универсальный кабель, который подходит и для USB-A, и для USB-C. То есть фактически это USB-C и USB-C с переходником. Накопитель очень маленький, 80 на 45 на 11 мм, и легкий, 38 грамм. Рядом с 2,5-дюймовым жестким диском он кажется просто малюсеньким. Верхняя часть металлическая, нижняя пластиковая. Кабель подключается к разъему в торце, и рядом есть индикатор активности синий светодиод. Небольшое неудобство кабеля с переходником, что разъем получается очень длинным. Накопитель отформатирован на заводе в XFAT. Windows показывает объем 931 ГБ, или 1 млрд байт. Утилита TrimInfo Вадима Лочкина показывает следующую информацию. SSD-Z подтверждает, что Trim поддерживается. Благодаря утилите того же Вадима Лочкина удалось выяснить, что в накопителе используется контроллер SM2320XT и 128-слойная ТЛС память YMTC. При подключении к порту USB 3.0 максимальная скорость линейного чтения у нового накопителя составила 383 МБ в секунду. Максимальная скорость записи 369 МБ в секунду. Если подключить его к более современным портам USB 3.2 Gen2 или USB 3.2 Gen2 X2, скорее всего скорость будет выше. Когда накопитель заполнен на 99%, максимальная скорость записи составляет около 230 МБ в секунду. Я запустил тест H2-Test-V, который полностью заполняет накопитель файлами и проверяет, насколько его размер соответствует реальности, насколько все работает, насколько он выдерживает долгую-долгую запись и измеряет среднюю скорость. На запись ушло чуть больше двух часов, на чтение чуть больше часа. Средняя скорость записи составила 128 МБ в секунду, средняя скорость чтения 259 МБ в секунду. Никаких проблем не выглянно. Вот так выглядит график линейной записи. Так как накопитель внешний, контроллер использует режим SLC кэша не так, как во внутренних накопителях. Максимальная скорость записи держится только первые 3,5%, а затем она падает до 170 МБ в секунду. Благодаря такой стратегии уплотнение данных происходит относительно быстро и опасность потери данных при внезапном отключении гораздо меньше. В большинстве случаев скорость реальной записи накопитель будет высокой. Дело в том, что в режиме TLC, когда данные пишутся в 3 бита каждой ячейке памяти и не требуется уплотнение данных, скорость записи превышает 200 МБ в секунду. Это видно по результатам теста на почти полностью заполненные накопители. В режиме SLC, когда данные временно пишутся в 1-битном режиме, а потом автоматически уплотняются в 3 бита, скорость записи должна быть почти втрое выше. И скорее всего такое и будет при подключении накопителя к сверхбыстрому порту USB 3.2 Gen2 или Gen2 X2. При долговременной записи корпус накопителя разогревается приблизительно до 60 градусов, при долговременном чтении гораздо меньше. Такой накопитель удобно использовать в качестве рабочего диска. Прямо на нем можно работать с документами, обрабатывать фото, монтировать видео. И при этом скорость работы в большинстве случаев будет точно такой же, как при работе на внутреннем накопителе компьютера. Однако, важно не забывать делать резервные копии. Ведь накопитель, который часто подключается к разным компьютерам и постоянно болтается в рюкзаке, более подвержен риску потери данных. Вот и все. Надеюсь вам было интересно. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и конечно же на этот канал. Спасибо за внимание. Пока-пока.